Всем привет, с вами Егор и вы на канале Art Matita. И сегодня мы продолжаем рубрику Art Challenge. Если до этого я рисовал с закрытыми глазами, вы тут можете увидеть этот ролик, то сейчас буду рисовать левой рукой. Я правша и я никогда не рисовал левой. Давайте посмотрим, что из этого получится. И прежде всего давайте выберем случайным образом референс, который я буду рисовать. Нет, точно нет. Тем более нет. Ну, неплохо, неплохо. Нет, давай еще посмотрим. Так, ну вот этот, вот этот да, точно да, я же про него и говорил. Нет, точно нет. О, супер лемур. Отлично, отлично. Так как я теперь левша, то референс креплю справа. Ну что, поехали. Сейчас я еще закреплю. Хорошо, когда есть друзья, кто подаст скотч. Ну что, любой рисунок у нас начинается с наброски с композиции, построения от общего к частному. И нам нужно здесь расположить, где будет примерно идти овал головы нашего красавца. Да, где-то вот тут. Вот такой овал. Ухо намечаю в виде тоже овала. Помните, мы говорили о том, что можно нарисовать любое животное через рисование простых геометрических фигур. И вот сегодня это тому подтверждение, да, что даже левой рукой я придерживаюсь этому принципу. Я не рисовал этого лемура. Я не готовился, друзья. Более того, я не рисовал его даже правой рукой. Ну, посмотрим, что у нас здесь интересненькое выйдет. Как ты думаешь, такой эксперимент помогает улучшить наукрисование? Да, мне кажется, в этом что-то есть. По-любому развивает правое полушарие мозга, мелкую моторику и лишняя практика. Не будет лишним дополнительной, да. Уже левой рукой я сделал здесь построение, да, примерно постарался соблюсти пропорции. В целом смотрится оно вот тут, да, ничего. Давайте здесь теперь более. Вот это уже сложнее, когда уже беру как ручку, да, карандаш и пытаюсь отрисовать детали более мелкие. Блин, ребят, смотрите это видео до конца, потому что мне самому интересно, что из этого получится. Если это видео наберет тысячу лайков, этого лемура я нарисую еще и правой рукой, и мы сравним. Так, ну мне кажется, пока что получается довольно-таки неплохо. Что скажете, друзья? Напишите в комментариях. Напишите, кто сейчас рисует вместе со мной. Тоже пробуют. Я считаю, творческие люди должны держаться вместе, поэтому подписывайтесь на мой YouTube-канал и давайте вместе делать арт-челленджи и придумывать что-то такое интересное. Ну что? Подождите, неплохо, да? С пивом потянем. Там ребята вот так делают вид, что им нравится, типа, похоже. Просто обидеть художника каждый может. История уже знает, к сожалению, одного неудавшегося художника. Поэтому не делайте таких ошибок. Ну что, друзья, смотрите, построение я сделал, будто реально правый. Вот ничего, каких-то особых сложностей нет. Все потому, что мы рисуем глазами и рисуем нашим мозгом. Мозг запоминает особый алгоритм действий. И по сути, рука это всего лишь инструмент. И еще, когда ты встречаешь свою музу, свою влюбленную женщину или знакомишься с африканской скульптурой, ты начинаешь рисовать сердце. Об этом и в африканских скульптурах мы уже рассказывали в этом выпуске. Ну что, пора штриховать. Да, вот штриховать, конечно, левые. Вообще неудобно. Ну что, это такой у нас типа фон получился. А в институте художники не делают подобные упражнения? Я не знаю. Я учился в архитектурном институте. Это не совсем художники. Мы левой рукой точно ничего не делали. Что самое сложное пока что? Я думаю, все сложное впереди. Это именно мелкие детали отрисовывать. Там глазик сделать. Какие-нибудь волосинки. Я думаю, это будет самое сложное. Вот, а пока что сложно вот. Наверное, кстати, на столе легче было бы рисовать. Поэтому, друзья, если вы готовитесь к такому эксперименту, рука не привыкла, не натренирована, лучше, конечно, на столе. Как ты решил стать художником? Как я решил стать художником? Эту историю я рассказываю обычно на своем марафоне. На его можно подписаться по ссылке снизу в описании. И давайте поведаю вам вкратце. В детстве я ходил в детскую школу искусств. Точнее, Дом детского творчества. Это была подготовка перед школой. Мне было лет шесть. И у нас был как раз-таки урок из О. И я помню, за одним столом оказался с парнем, с мальчиком, которого звали Марсель. Необычное имя для того времени, для Калмыкии, там, где я рос. И я до сих пор его запомнил. И он нарисовал пейзаж. Будто там выходит солнце из линии горизонта. И это было не по-детски. Нарисовать солнышко отдельно, отдельно небо, траву. А это как-то так было уже по-мастерски. И мне вот до сих пор запомнился этот рисунок. И я просто у него спрашиваю, где ты так научился рисовать? Я тоже хочу. Просто детский такой восторг и чувство зависти. То, что хочется так же, так же быть. Быть таким способным и талантливым. И он сказал, что ходит в художку. Я еще тогда не до конца понимал смысл слова художка, но пришел домой и упрашивал родителей. Говорил, что мне тоже нужна художка. Хочу художку. И вот так я упрашивал родителей. У них не было прям раннего набора в тот год. И в художку меня записали, когда я уже пошел в третий класс школы. Так и началось мое обучение. В детстве я рисовал много разных раскрасок. Обожал их фломастерами, цветными карандашами. Просто часами мог это заниматься, это делать. И вот так художке я проучился 7 лет. Не был каким-то там выдающимся учеником или перспективным, или талантливым. Вот реально. Но меня как бы не обращали особое внимание. Более того, когда мы переехали в Москву, я не был в числе любимчиков. То есть нас было человек 25. 5 человек были, с кем преподаватели возились больше всего. Их работы отправлялись на всякие городские конкурсы, выставки. Помогали их дорисовывать после занятий. Ну, тянули таких, можно сказать, перспективных. И я как приезжий парень с абсолютно обычным навыком рисования. Более того, я всего в художке проучился 7 лет, 4 года в московской. И вот я помню первый урок, когда пришел, мне дали натюрморт, сижу рисую. Ко мне подходит учительница, смотрит на мой рисунок и спрашивает, а ты до этого рисовал вообще, занимался? Я такой, в смысле, я вообще 3 года в художку хожу. Было так обидно, если честно. Лучше так, конечно, не спрашиваю. Ну и все. Закончил художку. Там диплом я делал уже в графике, черной гелевой ручкой. Я ей тоже прекрасно рисую. То есть это были у меня огромные такие ватманы, форматы. А два размера, а один и все нарисовал гелевыми черными ручками. Так появилась моя любовь к графике, к рисованию. И проучившись в художке 7 лет, я уже начал думать, куда дальше поступать, с чем связать свою жизнь. Можешь связать ее с рисованием или оставить это просто как хобби. И помню, что мне казалось, что если я пойду на художника, то я буду бедным и мне нечего будет есть. Так говорили у меня в семье. Да и в принципе все вокруг и все вот эти мемы, шутки про голодных художников. Что они там все только пьют, тусуются. Еще всякими непонятными вещами занимаются и денег особо нет. Поэтому меня смутило. Я не пошел туда учиться на художника, а я пошел что-то среднее на архитектора. То есть они вроде тоже рисуют, хотя по большей части проектируют. Так я начал готовиться в Мархи, чтобы туда поступить. Еще два года занимался с репетитором. Изучал академический рисунок, готовился именно к творческим экзаменам этого вуза. Нужно было за шесть часов нарисовать гипсовую голову. И за четыре часа объемно-пространственную композицию из простых геометрических фигур. Здесь вы можете увидеть рисунки, которые я делал перед поступлением в то время. Так, ну что, здесь я уже затемнил самые основные теневые здесь эти участки. Да, это глаза, нос, уши и вот тут тело. У меня пока не получается это прям сделать так контрастно. Пока что оно все в таком сюрреалистическом, размазанном виде. Можем даже вот так чуть-чуть затереть. Мы так прям не будем выштриховывать, так как все равно неудобно левой рукой. Но какие-то основные теневые участки мы здесь сделаем. Давайте попробую глаз нарисовать сейчас. Ну, кстати, знаете, я вот сейчас понимаю, что ничего страшного-то и нету в рисовании левой рукой. Потому что я думал, совсем получится какая-то каляка-маляка. С закрытыми глазами это было весело, но абсолютно непонятно. А левой рукой появился даже какой-то азарт, что может что-то неплохое-то и получится на самом деле. Проверить себя. Потому что с закрытыми глазами все же оно больше нереально, если честно. А левой рукой, мне кажется, если я вот так нарисую несколько животных, попробую себя в портрете, то можно, кстати, освоить. Прикольно. Что после того, как ты поступил в Морхи? После того, как я поступил в Морхи, я начал учебу на архитектору. У нас еще три года был курс по рисунку занятия академическому. Это были мои самые любимые занятия. И рисунок, и живопись. В живописи мы рисовали только натюрморты там все два года. В рисунке были разные интересные постановки. Не поскупитесь на лайк, друзья. Все ради вас. А почему, если бы рисовали только натюрморты, ты так любишь рисовать животных? Потому что животное – это что-то живое. Можно потрогать, можно передать характер, эмоции. Вот какую ты эмоцию передашь, когда рисуешь чайник или драпировку. Мне нужен нарезак. Thank you. Бжух! И появился резак. Не забывайте точить карандашик. Короче, левой рукой, друзья, вывод. Можно тоже сделать шедевр и красоту. Просто займет чуть-чуть больше времени. Какой рисунок ты считаешь своим самым лучшим рисунком? Я считаю, мой самый лучший рисунок, выполненный моим учеником. Вы хотите еще? Да! Мои ученики – продолжение моих рисунков и моего творчества. Я уже много лет не получаю такое удовольствие от своих картин, от рисования самостоятельно, как от обучения, а именно когда я вижу результаты своих подопечных. Когда они рисуют впервые в жизни портрет. Представьте, сколько эмоций, когда, вау, я нарисовал человека. Я 40 лет, я 50 лет, 20 лет думал, что у меня руки-крюки, что у меня нет таланта. А тут я нарисовал портрет. У нас есть закрытый клуб, и там люди делятся также своими успехами. И знаете, как трогают меня отзывы, когда пишут, представьте, я сегодня мужа своего нарисовал. Или я своего ребенка, сына нарисовал, а подарил ему на день рождения. И это дорогого стоит. А какие ты еще любишь техники, кроме графики? Недавно я познакомился с техникой «Сухая кисть». Это та техника, которую рисуют художники на Арбате. Безумно понравилось, ускоряет время, очень быстро можно все делать. Осваиваю сам активно. Поэтому следите за новостями нашей школы. Либо вам тоже будет интересно это направление. Напишите в комментариях. Обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал. И дополнительно, чтобы точно не потерять, на наш Telegram-канал. Ссылку оставлю в описании. На самом деле, друзья, могу долго так еще рисовать. Давайте сделаем тут и светлые какие-то участочки. Рисовать левой рукой мне очень понравилось. Ну, это реально что-то новенькое, как испытать себя, попробовать. Друзья, судить вам, насколько красиво у меня получилось. Похож ли он на лемура. И пишите, как справились вы с этим заданием. Мне кажется, это профилактика заболеваний. Вообще, мелкая моторика. Рисование левой, правой рукой. Это отличная профилактика заболеваний, болезней. Альцгеймера, Паркинсона и так далее. Потому что наш мозг активно работает, шевелится, вырабатывается серое вещество. И жизнь бьет ключом. По сути, мы стареем, когда перестаем работать мозгом. Держите свою голову в тонусе. Развивайтесь, обучайтесь, пробуйте что-то новое. Новые техники. Потому что творческий человек развивается всю жизнь. Художник растет и рисует всю жизнь. А в этом поможет вам наш YouTube-канал. Поэтому обязательно подписывайтесь. Да, ну в общем, тут можно дальше еще темные волосинки отрисовывать. Никаких проблем я здесь на самом деле не вижу. Чтобы их тоже красиво сделать, показать. Поэтому рисовать левой рукой круто. Классно. Мне нравится мой рисунок. Да, можно его даже отойти, посмотреть издалека. Ну тут еще можно много, чтобы проработать, прорисовать. Поделать мелкой шерсткой. Мелкими волосинками. Ну давайте даже отлеплю. Посмотрим его поближе. Не знаю, насколько здесь отсвечивается. Видно, не видно. Но посмотрите на эту красоту. Издалека вроде даже похоже на лемура. Поэтому, друзья, поблагодарите себя за эту внутреннюю работу. За то, что вы попробовали что-то новое. Обязательно левой рукой. И ждите наших новых выпусков. С вами был Егор. Канал Арт Матита. До скорых встреч.